пойдемте друзья смотреть новиночку на российском рынке это новый электрический кроссовер эволют айджет сейчас пройдем на зону выгрузки там его разгрузили уже в отдел приемки пойдемте смотрите вот он красавчик айджет еще пока не заехал в шоу ром автосалона но уже скоро скоро заедет заглянем под капот посмотрим что там за электродвигатель такой привод здесь полные друзья открой пожалуйста нам капот оптика смотрите как светится светодиодная какой здесь дизайн до линии вверх-вниз-вниз-вверх китайцы умеет рисовать но это автомобиль российский собирается где-то под липецком ручки выдвижные выдвигаются в бок изящно сзади спереди с подсветкой есть камера круглого зора 360 градусов датчиков мониторинга слепых зон сзади не вижу обратите внимание на дизайн легкославных колесных дисков они 20-е шины пирелли подкрылки фетровые подвеска спереди рычажная на алюминиевых рычага заглянем на второй ряд отделка сидений отделка верных карт коричневая эко-кожа здесь ставка под дерево из пластика но это прям вообще шикарно до винил строчка белая пока здесь на чехлы ничего немножко уберем подстаканники органайзер а кстати про панораму я сказал что у нас электролюком она у нас без электролюка это сплошная огромная панорама и здесь у нас получается что крыша черная стеклянная полностью вот так вот выглядит отделка сидений сделано перфорации есть юсби слот есть type-c слот дефлектора климатической системы кармашки задняя часть у нас отделана пластиком здесь какая-то ставка тоже под дерево вижу кнопку соус эреглона встроена в потолке в ручках есть свет давайте посмотрим ручки с доводчиками цвет светодиодный под капотом расположился багажник еще дополнительная ниша электромотор значит получается у нас на передней оси электромотор на задней оси суммарная мощность 585 лошадиных сил разгон до сотни за 4 секунды вид на дверную карту со стороны переднего пассажира здесь также комбинированная отделка вставки под дерево винил эко-кожа здесь пластик динамик аудиосистемы аудиосистема эволют перчаточном ящике видим руководство по эксплуатации сервисную книжку они у нас на русском языке полностью причем она цветная книжка по руководству по эксплуатации сервисная книжка скажи гарантия сколько на машину три года либо сто тысячами пробега да есть еще жилет у нас и сюда вмещается листок формата а4 интерьерная подсветка в нижней части здесь также ставка под дерево эко-кожа спиненный винил ну изящно конечно же смотрится этот кроссовер ничего не скажешь а цена и вам интересно да ну проценту тоже расспросим сейчас узнаем вид на дверную карту со стороны водителя здесь также комбинированная отделка мягкий винил здесь и как кожа здесь пластик есть подсветка двери линию порога не закрывают на пороге мы видим пластиковую накладку кресло водитель регулируется за счет электроприводов в восьми направлениях плюс мы можем регулировать поясничный подпор вперед назад вверх вниз проекции на лобовое стекло есть руль отделом кожи рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету еще у нас есть память настроек до в нескольких позициях массаж получается есть водительского массаж переднего пассажира а подогрев переднего ряда 2 ряда и вентиляция вентиляция только передних сидений то есть заходим в меню управления сиденьем и здесь у нас кондиционер кондиционер двух зон и навигация есть как встроена есть проецируемость систем apple carplay есть android auto можем ведь выбирать у меня например тридцать два градуса у пассажира 22 градуса 2 беспроводных зарядки для водителя для пассажира селектора кпп центральная консоль отделана под дерево электромеханический ручник ниши перчаточного ящика без охлаждения цифровая приборная панель управление электростеклоподъемниками пульт управления совмещен вместе с управлением боковыми зеркалами боковые за класс функции электроскладывания по подушкам безопасности подушка есть у водителя у пассажира и есть передних сидушках в стойках подушек безопасности не вижу и не регулируется по высоте крыша полностью панорамно она закрывается какой не шторка либо чем-то может какой то есть функция нажал кнопку и она затемнилась есть такой здесь присутствует функция затемнение то есть панорамной крыши да с обзорность 30 градусов вид спереди ведь сзади выбираем камеры до слева справа можем выбрать сразу же две камеры слева справа можно выбрать 3d режим посмотреть ситуацию вокруг автомобиля кстати монитор очень-очень отзывчиво только прикоснулись и повернули все автомобиль какую нужную сторону по затемнению панорамной крыши настройках куда мы можем зайти вот еще есть панорама не на то же самое две панорамы то есть в одном меню не недавно использую а понятно если все приложения мультимедиа на русском языке мощность двух электромоторов 585 лошадиных сил разгон до сотни за 4 секунды запас хода 500 километров емкость аккумуляторной батареи 80 киловатт-часов клиренс укажу в описании это у насколько хватает батареи до на 6 часов путем направлении питанием зарядка по расписанию есть возможность выставить понятно то есть приехал розетку поставил а он по времени уже сам начнет потреблять ток то есть если мы приехали в 5 вечера домой у нас стоит ночной счетчик мы поставили таймер и только после там определенного времени он начинает потреблять электричество дешевое электричество козырьки водителя смотрите какого огромное зеркало с подсветкой еще и на магнитиков прям просто шикарно космосу пассажиры аналогичная ситуация магнитик очень плотно центральный консоль парящая здесь у нас розетка на 12 вольт type-c слот и избе слов и что-то еще можем телефончик скажу ключи кинуть по менюшке прошлись по основным ассистентам тоже прошлись в принципе полностью заряженный автомобиль ну современный автомобиль производится где-то под липецком до мотор инвес вали компании делает гарантию дает три года либо 100000 км пробега это самое главное для электрички нужна гарантия потому что мало ли что случится с аккумулятором да вы всегда можете обратиться вам увлась что поменять то в худшем случае ну по идее ничего случится не должно покупая автомобиль по схеме параллельного импорта все же там гарантии нет и это очень очень плохо и еще посмотрим разочек автомобили сзади айджет как супер джет какой-то оптика светодиодная спереди сзади датчики парковки выдвигающиеся ручки оконная линия изящная круговой обзор диски двадцатые шины пирелли передние фары дочки парковки камера здесь у нас под капотом багажник два электромотора сколько дорожный просвет цифры выведу в описании и давайте раз такая возможность есть заглянем посмотрим на днище автомобиля что мы там видим по всей видимости аккумуляторная батарея вот так у нас выглядит передняя подвеска и заглянем посмотрим как выглядит подвеска сзади вот такая вот подвеска у нас сзади и для полноты картины вид сзади все закрыто пластиковой защиты не заглянуть не посмотреть друзья а вот здесь на стопка открытия багажника кроем послушаем музыку вот так вот работают два сам розали слышите есть у нас кабель для зарядки фальшпола нет запасного колеса не предусмотрено пятая дверь с электроприводом разделительного полка розетка на 11 вольт и плафон и освещение музыка хорошая в этом автомобиле прям приятно послушать и панорама да вот это все стекло друзья датчик удержания в полосе движения как он новый герой на российском рынке а вид имеет как можно выдвинуть ручку да не подцепиться можно вот так нажать до открыть дверь а можно еще автоматом смотрите нажимаем на брелок ручка выехала открываем и дальше смотрите нажали вот так все уехала пальчиком только стоит такой автомобиль стоимость данного автомобиля при условиях приобретения автомобиля в кредит и сдача вашего автомобиля в трейдин 5 миллионов 300 тысяч за 5 300 со всеми акциями скидками трейдином кредитом я смогу уехать из автословно на нем ну а за наличку конечно же будет стоить дороже до стоимость данного в том мире за наличный расчет 6 миллионов 990 тысяч все большое спасибо тебе что показал нам новиночку мы еще потом позже на тесте прокатимся на ней тесты автомобили когда обещают привести ну приедут покатаемся все пойдем также у валют представлен в продаже айпро электрический седан айджой есть еще айс кайп или айской и и и все айджой к примеру посмотрим тоже валют тоже электричка но уже не такой богатый по оснащению здесь как видите все намного скудней хотя хотя как посмотреть тут мне просматриваться черты классического мерседеса тоже цифровая приборная панель да конечно не космос как айджет все же имеет место быть цена эволют айджой более бюджетного так скажем приземленного кроссовера электрического подойдем смотрим 2 миллиона 100 а 2 миллиона 900 тысяч рублей от нужно 900 тысяч рублей запас хода здесь где-то здесь написан в общем кто найдет читайте тут и аккумуляторная батарея мощности запас хода все указано таксисты покупают айпро вот эти машины продаются лучше для таксистов и цена приятно 1 миллион 600 тысяч рублей с учетом акций скидок передний привод все по-простому да ничего там за что зацепиться глаза здесь нет просто берем и зарабатываем деньги в такси нужно лишь только заряжать заправлять топливом бензином соляры не нужно самый бюджетный электрический седан на российском рынке эволют ай про зарядка кстати вот здесь открывается из салона все как вам новиночка айджет давайте накидайте в комментариях я с удовольствием подискутирую с вами пообсуждаю новиночки российском рынке ну и другие новости до новых встреч